Вардан Григорьевич Таросян, Рита Николаевна Держарученко Геополитическая составляющая культуры в расколотом мире Монография Издательство, Директ Медиа В книге рассмотрены воздействия географических факторов на развитие экономики, политики, культуры, а в тесной связи с этим культурная составляющая геополитики, культура как один из важнейших ее инструментов. Показано, что в условиях гибридных войн, охвативших прямо или косвенно все человечество, когда реальна угроза самому его существованию, уже и политика, в том числе культурная, как продолжение войны. Адресовано всем, кому не безразличны положения дел в современном расколотом мире, также может быть полезно студентам, аспирантам, преподавателям целого ряда дисциплин истории культуры. Культурологии, философии, политологии, основ государственной культурной политики Российской Федерации, основ российской государственности. Введение Глава 1. Геополитическая детерминация культуры и экономики. Параграф 1. Роль географических факторов в развитии общества. В последнее время не только в научных трудах, но и в средствах массовой информации много говорится о таком факторе современной жизни, как геополитика. По определению Дугина, геополитика изучает цивилизации, культуры и этносы, их социологические признаки и свойства, и в то же время исследует их как политические единицы, то есть как государства, империи и военно-политические блоки. Изучение трудов о геополитике, где дается анализ тектонических сдвигов в таких базовых областях, как вера, культура и политика. Позволяет отметить все возрастающую актуальность данного вопроса на фоне постоянно меняющейся геополитической картины мира. Работа Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа» 1869 год. Альфреда Тайора Мехена «Влияние морской мощи» на историю 1660-1783 годов, 1890 год. Фридриха Рацеля «Политическая география» 1897 год. Юхана Рудольфа «Челена. Введение в географию Швеции» 1900 год. Государство как форма жизни 1916 год. Хелфорда Макиндера «Физические основы политической географии» 1890 год. Географическая ось истории 1904 год. Освальда Шпенглера «Закат Европы» 1918-1922 годы. Арнольда Тоньбе «Постижение истории» 1934-1961 годы. Самуэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций» 1996 год. Роберта Каплана «Месь географии» 2012 года в течение более чем столетия выявляли не только многообразие аспектов проблемы, но и их тесную взаимосвязь и взаимопереплетение, к тому же в постоянной динамике. Становится очевидным, что столкновения цивилизаций представляют наибольшую угрозу миру во всем мире, и международный порядок, учитывающий интересы разных цивилизаций, является самой надежной мерой предупреждения мировой войны. Не менее очевидно, как далек мир от создания такого порядка, как опасны попытки отдельных государств навязать свои стандарты всему миру. Истоки геополитики, как можно судить из самого термина, обнаруживаются в географии, приобретая самые разнообразные, порой непредсказуемые интерпретации, нередко дающие повод для весьма опасных спекуляций. Стратегия, которая основывается на географии, как точно заметил Наполеон, является искусством использовать время и пространство в военных и дипломатических целях. Геополитика заключается в изучении и использовании особенностей окружающего мира, с которыми сталкивается каждое государство, определяя свою стратегию. Государство, находясь в окружении других государств, также стремится к выживанию и превосходству. Обращаясь к истории вопроса, можно заметить, что осознание зависимости государств и народов от географических условий пришло одновременно с развитием общественно-политического бытия человека и созданием устойчивых политико-территориальных образований. Так, уже в Древней Греции зародились концепции, которые придавали огромное значение географическим условием для внешней и внутренней политики государств. Фалес, Милецкий, годы жизни около 625 до 547 до н.э. Аноксимандр, годы жизни 610, 547 до н.э. в географических исследованиях использовали математику, геометрию, астрономию. Автором первой карты был Аноксимандр, применив масштаб с целью ее дальнейшего использования в политических целях. Тенденцию соединения географии с политикой продолжил Геродот, греческий ученый, историк, годы жизни 490-й или 484-й до 424 до н.э. Он показывает нам мир, где географическая карта всегда служит фоном. В те времена это была карта Греции и Персии с их полуварварскими периферийными областями на Ближнем Востоке и Северной Африке. Сначала Геродот обрисовывает ландшафт местности. Затем описывает исторический опыт проживающего там народа, а также нравы, обычаи и мнения, возникающие в результате этого опыта. Геродот сохранил память о цивилизациях и географических условиях, в которых они развивались. Он сохранил мифы, легенды и даже память о заблуждениях народов. Он понимал, что чем более обширное представление политический лидер имеет о том, что именно там, за пределами, тем меньше вероятность того, что он допустит трагическую ошибку. Известный прежде всего, как врать Гиппократ, годы жизни с 460 до 377 до н.э. в своей книге о воздухах, водах и местностях. Описав зависимость формирования и протекания физиологических процессов в организме человека от географических факторов, а точнее, от климата, идет дальше, к наблюдению, что нравы отражают природу страны. Идеи взаимосвязи географии и политики развил греческий философ Аристотель, годы жизни с 384 до 322 до н.э. К его трудам относятся теории естественных мест и концепции различной пригодности Земли для жизни людей в зависимости от географической широты. В работе политика он усматривает связь климатических особенностей и политической свободы, более того, обнаруживает влияние связанного с географическими особенностями образа жизни – кочевого, земледельческого, с преобладанием рыбной ловли, охоты на государство. Веками позже эту взаимосвязь обстоятельно изучил Энгельс – происхождение семьи, частной собственности и государства. Аристотель настаивал, что развитие интеллекта и моральные качества человека также зависят от места проживания, а на форму, устройства, государства влияют внешние условия. Он, впервые рассуждая как геополитик, устанавливает наиболее подходящие для функционирования государства пропорции суши и моря, а также оптимальное количество населения. В политике Аристотель описывает остров Крит исключительно как геополитический объект. Остров Крит как бы предназначен природой, господству над Грецией, и географическое положение его прекрасно. Он соприкасается с морем, вокруг которого все греки имеют свои места поселения. С одной стороны, он находится на небольшом расстоянии от Пелопонеса, с другой – от Азии, именно от Трионийской местности Иродоса. Вот почему Минус и утвердил свою власть над морем, а из островов одни подчинил свои власти, другие – населил. Труды Фалеса Милецкого, Анаксимандра, Геродота, Гиппократа, Аристотеля, Платона, Полибия долгое время были фундаментом знаний, которые использовали продолжатели древнегреческого наследия, римляне, например, Цицерон и Страбон. Страбон – годы жизни с 64-го или 63-го до 23-го или 24-го до нашей эры, подчеркивая значение географических факторов в социальной мысли и жизни Древнего Рима. Поместил известный ему обитаемый мир, Европа, Ливия и Азия, в один из четырехугольников, составляющих, по его мнению, совокупное земное пространство. Любопытно, что отдаленные и слабозаселенные страны не представляют для ученого никакого интереса. Не служит никаким политическим целям хорошее знакомство с отдаленными местами и населяющими их людьми, особенно если это острова, чьи обитатели не могут не помешать нам, не принести пользы своей торговлей. Это яркий пример геополитического размышления в современном понимании этого слова. Подобно своим предшественникам, Страбон рассуждал о состоянии культуры народа в селе, позиции географических особенностей территории, где они проживали. Соответственно, и могущество Рима он объяснял особым географическим положением Опенинского полуострова, с обилием хороших гаваней, а также наличием благоприятных климатических условий. Результаты античных мыслителей нашли развитие в средние века и эпоху Возрождения. Как считает арабский историк Абдар-Ахман Абузейд Ибнхальдун, годы жизни с 1332 до 1406 климат имеет столь огромное влияние на общественно-политическую жизнь, что народы, живущие на территории стран, расположенных в умеренном климатическом поясе, более всего способны заниматься культурной деятельностью. Население южных территорий, находясь в более комфортных природных условиях, когда нет необходимости бороться за выживание, не имеет таких стимулов для развития культуры. А жители северных стран, напротив, вынуждены много времени и сил тратить на выживание в суровых климатических условиях, не располагая временем для наук, литературы и искусства. Ибнхальдун – автор теории исторических циклов в странах с умеренным климатом, где ключевую роль играют кочевники, физические и морально превосходящие оседлое население, особенно городских жителей. Время от времени, поглощая страны села оседлым образом жизни, кочевники увеличивают территории своих владений, на которых оседают их собственные династии. Через несколько поколений теряющие прежние качества, и история повторяется – новые кочевники завоевывают и владеют этими землями. Одним из первых, кто системно связал географию с политикой государств, был французский политик, философ, экономист, юрист Жан Баден, годы жизни 1530-1596. В его методе легкого изучения истории 1566 года общество выступает как множество кровнохозяйственных союзов, семей, формирующиеся в естественной среде неподвластной воле человека. Баден также выделял климат в качестве решающего фактора в жизни людей, аргументируя физическое превосходство народов северных широт над южанами, как и народов горной местности над населением долинных областей. Он настоятельно рекомендовал государственным и политическим деятелям в их административной и государственной работе учитывать не только социальные условия, но и принимать во внимание географические особенности. Еще более плотно к систематизации географического детерминизма подошел выдающийся французский мыслитель нового времени Шарль. Луи Монтискье, годы жизни 1689-1755, в своей главной работе «О духе законов» 1748 года. По мнению Монтискье, прогнозировать развитие общества можно и нужно на основе анализа географических условий. Для начала Монтискье изучает зависимость индивидуальных особенностей человека. Его характера, склонностей, телесной организации от климатических условий и приходит к выводу, что холодный климат, как правило, делает людей физически крепче и сильнее. Южные же народы, по утверждению Монтискье, ленивы от природы, что делает их неспособными ни к какому подвигу. По этой причине они достаточно инертны и предпочитают спокойную жизнь, сложившуюся с учетом традиций, обычаев, законов, давно укоренившихся в их сознании. И сегодня, в подтверждение вышесказанного, такие страны, как Греция, Италия, Испания, Португалия, даже оказавшись наиболее неблагоприятными государствами в условиях кризиса. Угрожавшему самому существованию Европейского Союза в огромных долгах не отказались от своих привычек, например, трехчасовой сиесте, объявляя ее своим национальным культурным достоянием. Монтискье доказывает, что физико-географические условия напрямую влияли не только на историю, общественные отношения, государственный строй, но и жизнеспособность государства. Монтискье прямо указал на необходимость соответствия законов страны этим условиям. Дальнейший импульс такие исследования получат в XIX веке. И здесь особенно следует выделить Маркса и нашего соотечественника Данилевского. Карл Маркс, 1818-1883 годы, рассматривал развитие человечества как естественно-исторический процесс, утверждая, что любые социокультурные изменения должны подготавливаться объективной логикой общественного развития и происходить естественным образом, когда они созреют. Маркс писал, «Ни одна формация не погибает прежде, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые. Более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в недрах самого старого общества». Это наблюдения, применимые и к экономике, и к политике, и к культуре. Более того, Маркс подробно анализирует социокультурные условия, способствующие развитию личности. Всю прошедшую историю Маркс рассматривает как предысторию царства необходимости, за которым должен последовать скачок в царство свободы. Приобретя свободу от сил природы, болезней, экономической зависимости, губительных стремлений к вещам, деньгам, власти, человек может распорядиться свободой для творчества, самореализации в культурной сфере. Классическим стал труд русского историка Данилевского 1822-1885 годы, Россия и Европа 1869 года, в котором он обозначил особую геополитическую роль России в мире, делая упорное географическое положение нашего государства. Данилевский в своей концепции настаивал на необходимости соотнесения размеров территории страны с политическими приоритетами. Политические амбиции России, по его мнению, гораздо масштабнее европейских, с учетом ее особого цивилизационного пути. В течение XIX века идеи географического детерминизма развивают англичанин Генри Томас Боккель 1821-1862 годы, задумавший всемирную историю цивилизаций, не завершенную из-за смерти в паломничестве на Святую Землю. Немецкий ученый Иоганн Готфрид Гердер 1744-1803 годы, Александр фон Гумбольд 1769-1859 годы и Карл Риттер 1779-1859 Они были единого мнения о том, что человек, государство и природная среда тесно взаимосвязаны. Риттер разделил мировое пространство на регионы, выделив сухопутную и водную полусферы, причем сухопутная включает Старый Свет и Новый Свет. Второй из них, располагаясь с севера на юг, обладает заметным климатическим разнообразием, в отличие от первого. Это различие, по его мнению, оказало существенное воздействие на характер населяющих каждый регион народов и на их взаимоотношения. Поскольку природа влияет не только на труд и на стереотипы мышления, Бокль не только на моральные нормы поведения человека, Гумбольд, но и на все аспекты человеческой жизни без исключения. Очень интересное рассуждение Гердера о культуре. В работе идеи к истории философии человечества он пишет, нет ничего менее определенного, чем это слово, культура, и нет ничего более обманчивого, как прилагать его к целым векам и народам. Как мало культурных людей в культурном народе? И в каких чертах следует усматривать культурность? И способствует ли культура счастью людей? По мнению Гердера и Гумбольда, культура является элементом некоего развивающегося целого, проходящего постепенное развитие от образования материи к образованию земли, не живых, а далее живых вещей, а с появлением человека этот процесс проходит этапы. Рассудок, разум, мировая душа – все. Таким образом, история природы и культуры сливаются, а культурные циклы, заложенные в природе, начинают действовать самостоятельно. Гердер заключает, мы можем как угодно назвать этот генезис человека во втором смысле, как творение и творца культуры, мы можем назвать его культурой, то есть возделыванием почвы, а можем вспомнить образ света и назвать его просвещением. Подлинный смысл культуры – в гуманизме. Гуманность заложена в природе человека, и культура способствует ее скорейшему достижению – выходу из состояния, подавленного варварством. Впервые понятие политической географии упоминается в конце XIX – начале XX веков, время, когда достаточно сформировалась геополитическая концепция. Принято считать, что появлению понятия геополитика мы обязаны немецкому ученому-географу, этнологу и социологу Фридриху Рацелю 1844-1904 годы, благодаря которому произошел качественный перелом в развитии идей географического детерминизма. Рацель делает акцент на географическое пространство, которое имеет политическое значение. Каждое государство имеет собственную пространственную концепцию, определяемую территориальными пределами. Пространство влияет на физическую эволюцию народа, являясь фактором, формирующим его отношение к окружающему миру. Рацель сделал вывод, что слабеющая пространственная концепция и слабеющие пространственные чувства приводят к упадку государства. Это можно проследить, к сожалению, и на примере России, чудом сохранившейся в современных границах после распада Советского Союза, крупнейшей державы мира. Слабеющая страна, не сумевшая выйти из затянувшегося кризиса в отсутствии твердого правительства. На какое-то время стала жертвой поспешно и некритично принятых либеральных идей, утратив контроль над огромными и стратегически важными территориями бывшего Советского Союза. В труде «Политическая география» Рацель представляет государство как живой организм, укорененный в почву и имеющий с ней духовную связь. Согласно Рацелю, пространство государств растет вместе с ростом их культуры, сопровождается новыми идеями, растущей торговлей, миссионерством, повышенной активностью, присоединяя или поглощая малые государства. При этом по местоположению границ можно судить об изменениях, происходящем в организме государства, о росте его силы или слабости. Увеличиваясь, государство ставит своей целью улучшить физико-географические параметры, включив в состав территории богатые природными ресурсами, плодородные равнины и русла рек, береговые линии морей. Рацель считал, что процесс слияния государств происходит путем поглощения сильным слабого, и в будущем XX веке мир будет идти по пути укропнения государств. Сегодня многие мировые процессы происходят значительно сложнее, наряду с международными интеграционными процессами все более заметно и сопротивление глобализации, позволяя говорить о так называемой глокализации – глобализация плюс локализация. Современный политолог Ян, оспаривая прогнозы, Рацеля отмечает, что в настоящее время преобладает тенденция к уменьшению территорий и увеличению численности государств. Несмотря на процессы европеизации, глобализации и передачу основных функций – военных, политических, экономических, международным организациям, союзам государств. Многонациональным концернам и банкам, или же полную их потерю, государства сохраняют социальные и культурные функции, имеющие значение даже в ходе глобализации. Век национальных государств еще далеко не завершился. Действительно, если в 1945 году при создании ООН насчитывалось 51 государство, то на сегодняшний день 193, причем с учетом непризнанных стран, общее количество государств на планете превышает 250. Рацель является родоначальником геополитической идеи океанического цикла, в которой дается стратегическая оценка бассейнам Средиземного моря, Атлантического и особенно Тихого океана, который, по его мнению, будет ареной столкновения политических и экономических интересов пяти ведущих мировых держав с катастрофическим финалом, который завершит собой циклическую эволюцию человеческой истории. С подачи Рацеля зарождается новая политико-географическая теория, отличающаяся от прошлых теорий географического детерминизма. В настоящее время ведущие страны мира активизировались в арктическом регионе, принимая во внимание огромные богатства, которыми он обладает. Арктика бесценна во всех смыслах. Геополитическое положение арктического бассейна – села с самой длинной береговой линией вдоль территории России и одновременно с самым коротким северным морским путем из Америки и Азиатско-Тихоокеанский регион АТР в Европу. Определяет его стратегическую важность для нашего государства. Сегодня Россия активно включилась в освоение своих северных территорий. Одним из последователей Рацеля был шведский политолог Рудольф Челен Тис Кьолен Кьелен, 1864-1922 годы. Подробно остановившись на том, что наряду с особыми физико-географическими чертами государства – это определенная форма хозяйства со своей особой экономической активностью. Народ со своими национальными и этническими особенностями, социальное сообщество различных классов и профессий, форма государственного управления со своей особой в каждом случае конституционной и административной структурой. Как и Рацель, он ставил задачи выведения общих принципов и законов, подходящих для всех государств и для всех времен. Поскольку для существования государства его величие необходима сила, она ставится важнее закона, так как законность поддерживается только силой. Идея преобладания силы над законом приняла особо опасные геополитические последствия уже в 20-м и 21-м веках. Весьма красноречиво признание Мадлен Олбрайт, государственного секретаря США в годы, последовавшей за распадом СССР, о том, что бомбардировки Югославии силами НАТО в начале 2000-х годов были незаконны, но оправданы. Подобным же образом оправдывались вторжения в Ирак с последующим свержением и казнью президента Саддама Хусейна на основе демонстрации якобы отравляющего вещества в пробирке и так далее и тому подобное. Идеи Рацеля и Челена, направленные на создание общей геополитической картины мира, дали толчок к дальнейшему развитию западных геополитических концепций. Геополитика, как наука, наибольшее развитие получила в Великобритании, а с 1930-х годов в США, тесно вплетаясь в долгосрочные политико-экономические стратегии. Если до этого геополитические исследования носили, скорее всего, теоретический, прежде всего, научный характер, то теперь они напрямую определяют международную политику ведущих капиталистических государств, включая Японию. Отметим прежде всего англичанина Хелфорда Макиндера, 1851-й, 1947-й годы, который ввел в геополитическое поле дихотомию моря, суши или таласократия, телурократия концепта. Хётлэнд, Римлэнд, мировой остров, географическая ось истории и так далее. Концепция Макиндера существенно повлияла на дальнейшее развитие геополитики. Он подчеркивал особое значение географических факторов для мировой политики, указывая их значение буквально во всех войнах в истории человечества. Напрямую связывая их с неравномерным политическим и экономическим развитием государств, распределением плодородных земель, сырьевых ресурсов, стратегическим потенциалом. Макиндер, называя огромное внутреннее пространство Евразии осевым регионом мировой политики, подчеркивал его значение для обладания мировым господством. Окидывая взглядом широкие потоки истории, писал он, нельзя избавиться от мысли об определенном давлении на нее географических реальностей. Россия заменила Монгольскую империю. Место было их центробежных рейдов степных народов, заняло ее давление на Финляндию, Скандинавию, Польшу, Турцию, Персию и Китай. Россия занимает центральную стратегическую позицию в мире, сравнимую с позицией, занимаемой Германией в Европе. Она может наносить удары по всем направлениям, но и сама получать удары со всех направлений. Вот почему маловероятно, чтобы какая-либо из мыслимых социальных революций могла бы изменить фундаментальное отношение России к бескрайним географическим пределам ее существования. Европа недооценила концепцию Макиндера, поскольку британские интересы на тот период времени заключались в том, чтобы не допустить совпадения интересов России и Германии. После Второй мировой войны концепция Макиндера использовалась уже в американской доктрине сдерживания Советского Союза, под любой идеологической подоплекой не позволить ему контролировать мировой остров. Идеи Рацеля, Челена, Макиндера и идею Бисмарка о русско-германском союзе развил Карл Хаусхефер, 1869-1946-й, профессор Мюнхенского университета, основатель Института геополитики. Хаусхефер разработал теорию континентального блока или жизненного пространства, которое впоследствии стало официальной доктриной Третьего Рейха, реализацию захвата близлежащих малых государств, а в дальнейшем гегемонию над мировым островом через создание континентальной оси Берлин, Москва, Токио он видел как само собой разумеющиеся. В противоположность вышеизложенным концепциям Альфред Тайер Мехен, 1840-1914, американский военно-морской теоретик и историк, знаток военно-морской стратегии, контр-адмирал. Был убежден в преимуществе морских держав, настаивая на необходимости иметь военно-морские базы за пределами США, Гавайские, Филиппинские острова, остров в Куба, ратовал за строительство Панамского канала для улучшения маневренности флота. Мехен в книге «Проблема Азии» и ее влияние на международную политику усматривал слабость России в отсутствии выхода к Индийскому океану. По этой причине совершенно естественно и понятно, что она испытывает недовольство, которое легко переходит в агрессию. Мехен ставит в зависимость психологию, а вместе с тем особенности русского национального менталитета от физико-географических условий проживания. Государство, расположенное в виде полумесяца, между Россией и Индийским океаном он именует спорной территорией Азии. Зоной конфликта между Россией, господствующей на суше, и США, господствующими на море. Спустя 40 лет Спикман назовет этот регион Римляндом. Определяя эту территорию спорной, Мехен подчеркивает важность Китая, Афганистана, Ирана и Турции. Совсем не случайно, что в 1900 году он сумел назвать государства, которые наиболее важны с точки зрения геополитики и в наше время, ведь география неизменна. По мнению Мехена, для обеспечения мирового господства необходимы континентальные базы вдоль береговой линии Евразии. Он не исключал, что США, Великобритания, Германия и Япония объединятся против России и Китая, держав будущего. Контуры такого объединения обрисовал уже очень скоро после окончания Второй мировой войны премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в своей знаменитой фултонской речи 3 марта 1946 года, фактически провозгласивший начало Холодной войны и предопределивший ход мировых событий на многие десятилетия, включая и новый, еще более опасный виток Холодной войны, сменивший кратковременный период Холодного мира – Арбатов. Призывая к борьбе против неизбежной тирании Советского Союза и надвинутого над Европой железного занавеса, кстати. Этот термин он позаимствовал из передовицы Геббельса в газете ДВС «Райх» от 25 февраля 1945 года Черчилль призвал объединиться против Союза Советских Социалистических Республик не только в политическом, но и в военном плане, допуская даже бомбардировку советских городов теперь уже новыми антисоветскими союзниками, включая и Германию, с особой ролью США. Рассматривая их позицию в качестве своего рода испытательного момента для американской демократии и мускулов мира, которые следует показать недавнему союзнику. Уже 14 марта последовал ответ Сталина. Господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают Гитлера и его друзей. По сути дела, господин Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума «Признайте наше господство добровольно, и тогда все будет в порядке, в противном случае неизбежна война». Но нации проливали кровь не для того, чтобы сменить господство Гитлеров господством Черчиллей. Вскоре после окончания Второй мировой, в 1945 году была создана Организация Объединенных Наций. Ставящая задачи обеспечения мира на планете, урегулирования любых международных проблем, была провозглашена Декларация прав человека. В связи с огромной ролью Советского Союза в победе над фашизмом, тогда безоговорочно признаваемый во всем мире. Союз Советских Социалистических Республик получил дополнительные два места в Совете Безопасности от Украинской и Белорусской СССР с правом вета. Вместе с тем, стремительно нараставший вал холодной войны, привел уже в 1949 году к созданию НАТО, куда вошли, кроме США, государства Западной Европы и Канада. Этой организации, декларировавшей цели культурного и экономического сотрудничества, а реально направленной против СССР, была противопоставлена созданная в 1955 году странами социалистического блока Организация Варшавского договора, просуществовавшая до развала Советского Союза. Фактический период холодной войны – это противостояние великих держав, двух систем, поделивших между собой мир на сферы влияния США и СССР. Это было связано прежде всего с переделом сфер влияния в освобожденной Европе, распадом антигитлеровской коалиции, исчезновением общего врага, изменением ролей великих держав на мировой арене, коренным различием социально-политического строя Советского Союза и Запада. Следует помнить, что истоки противостояния двух систем зародились еще в момент создания большевистского государства, провозгласившего курс на мировую революцию. Вследствие создания оружия массового поражения и сохраняющихся в течение продолжительного времени двух полюсов современного мира, стало казаться исключенной сама возможность глобальных военных столкновений, хотя при этом чем дальше. Тем больше, особенно после ликвидации СССР, по всему миру стали нарастать локальные, на первый взгляд, военные конфликты, цветные революции, разжигаемые совершенно неприкрытым образом Соединенными Штатами Америки. Перестали действовать классические законы пространственного роста государства, выведенные основателями геополитики. Несколько лет назад по первому каналу российского телевидения был показан, к сожалению, в очень позднее время, хотя он раскрывал истинное лицо США, гораздо убедительнее. Чем бесконечные однообразные разговоры по современному российскому ТВ, документальный фильм в десяти сериях, не рассказанная история США о скороносном американского режиссера Оливера Стоуна, в котором он не побоялся показать те чудовищные преступления, которые Америка совершила на международной арене в течение целого столетия, смещения и убийства руководителей. Перевороты, прямые военные вторжения, подкупы целых государств и так далее. Подчеркивается и тот цинизм, который их сопровождал. Так, после свержения законного правительства в Чили с убийством президента Альенда путем военного переворота и превращением Чили в сплошной концлагерь с массовыми расстрелами была задействована модель восстановления экономики. Требующая для своего осуществления жесточайшей диктатуры, автор которой, американец Милтон Фридман, получил Нобелевскую премию. После распада Советского Союза в условиях ставшего однополярным мира во внешней политике США появились новые акценты, где учитывались возможности, помимо военного и политического. Экономического принуждения, также и культурного завоевания путем навязывания другим государствам своей культуры, приобретающей роль мягкой силы – Джозеф Най. По существу, та же идея проводится в концепции конца истории, которую примерно тогда же, в конце 80-х годов 20-го века выдвинул другой американец – советник при целом ряде президентов – Фрэнсис Фукуямо. Он утверждал, что после победы США в Холодной войне весь остальной мир, совершенно добровольно, глядя на ее успехи, последует за Америкой. Фукуямо пишет «То, свидетелями чего мы являемся, есть не просто конец Холодной войны или окончание какого-либо периода послевоенной истории, но конец истории как таковой. То есть конец идеологической эволюции человечества и универсализации западной либеральной демократии как окончательной формы человеческого правления. Америка представлялась самим богом избранной моделью – политической, экономической, культурной. Особое значение придавалось своеобразной культурной аннексии в отсутствие давно обреченного рухнуть железного занавеса, столь долго бессмысленно и бесполезно удерживаемого. Не зря лишь полушутя говорят, что Советский Союз рухнул из-за Битлз. Глоток свободы, однако, во многом мог оказаться разрушительным. В условиях резкого крушения ценностей люди в большинстве своем, особенно молодежь, оказались более восприимчивы не к шедеврам американской художественной литературы. Музыки, кино – ведь и Голливуд выпустил немало великолепных, умных, добрых, заставляющих думать фильмов, а к самым примитивным образцам массовой культуры. Как вестник западной демократии воспринимался первый в России Макдональдс, открытый в центре Москвы вместо прекрасного кафе Лира. А в огромной очереди первых посетителей оказался и внук Ельцина, о чем тот сообщил с удовлетворением и даже с гордостью. Сам Ельцин, прилюдно сжегший свой партбилет, выступил в Конгрессе США с восторженной речью в адрес американской демократии. А на фоне общей эйфории американцам раскрыли схему жучков, мастерски установленных в посольстве США, напрасно надеясь на ответную открытость. Была проведена ограбившая народ и озолотившая мошенников воучеризация, а после приглашения американских специалистов, призванных выправить нашу экономику. В 1998 году произошел разрушительный дефолт, то есть отказ государства от своих обязательств, со всеми вытекающими последствиями. Воздерживаясь от предположений, что политика приглашенных специалистов специально была направлена на подрыв нашей экономики или на выполнение чьего-то заказа изнутри. Остается признать, что американская модель, да еще при таком судорожном внедрении, оказалась непригодной для России. Нескончаемым потоком потекли за рубеж, прихваченные олигархами природные ресурсы, в первую очередь нефть и газ, металлы, что к тому же привело, по существу, к остановке производства не только самолетов. Тракторов, станков, но даже предметов повседневного быта из расчета, что все это можно приобрести на выручку от нефти и газа и с большой выгодой продать внутри страны. Долгие годы Россия одевалась-обувалась благодаря челнокам, снующих Турцию, Оуай, Китай. Страна с крупнейшей в мире территорией завозила сельскохозяйственную продукцию из-за океанов, а доморощенные миллиардеры инвестировали средства не в свою, а в чужие страны, где предпочитали не интересоваться происхождением этих средств. Немыслимым тогда казалось предположение, что когда-либо Российская Федерация сможет подняться, восстановить свое место на политической и экономической карте мира. Это даже вызвало поначалу некоторое снисходительное сожаление сочувствия западных партнеров России. Так, Джозеф Най, поначалу выделявший мягкую силу культуры, как инструмент завоевания, года спустя акцентировал внимание на том, что знакомство с культурами других народов, их традициями и ценностями может быть важным средством межгосударственных отношений. Способствую росту доверия и взаимопонимания, а Америка и Европа стали говорить о готовности помочь России и видеть ее полноправным членом международного сообщества, промелькнула даже идея ее вступления в НАТО. По мере того, как Россия поднималась и выпрямлялась во весь рост, росла, однако, и тревога коллективного Запада и аналогом фултонской речи. Уже в противоположном направлении прозвучала для них мюнхенская речь Путина в 2007 году, где констатировались изменившиеся реалии мира. Последовала целая цепь переворотов и майданов по всему миру, украинский в 2014 году, с его ужасными жестокостями и попытками запрета русского языка даже на бытовом уровне, после чего произошло присоединение Крыма к России. Как оказалось, сразу после этого, прикрываясь мнимыми переговорами, Запад начал готовить Украину к самой настоящей широкомасштабной войне с Россией. Апелляции к защите демократии и либеральных ценностей стали звучать с новой силой еще до специальной военной операции, на которую коллективный Запад по существу. Вынудил Российскую Федерацию, фактически вовлеченную в войну чуть ли не против всего мира, в котором украинская демократия не годится даже как ширма. В военное, экономическое, политическое, даже поразительное в своей нелепости культурное противостояние России удалось втянуть Канаду. Австралию, Японию, Южную Корею, Европейский Союз, еще недавно стоявший на грани развала и теперь объединенный объявлением общего врага. Еще три века назад Екатерина II, характеризуя отношения к России, заметила слабые боятся, сильные ненавидят. Теперь уже и слабые, и сильные, и боятся, и ненавидят. Это, безусловно, главный вызов, стоящий перед человечеством на тот момент, когда пишутся эти строки в 2023 году, переключившие внимание с давно возникших серьезнейших вызовов. Глобальных проблем, глобальность которых состоит не только в том, что они охватывают всю планету, но и в том, что решение их возможно только в результате объединения усилий всего человечества, всех государств. Это и голод, распространившийся на целые континенты, и террористические акты даже в государствах, где о них и не слыхали, и истощение невосполнимых ресурсов нашей планеты. И нестабильность экономики даже в самых благополучных до того государствах, скрытые явные экономические войны даже между формальными союзниками, все новые болезни при непреодоленных старых, массовая миграция и так далее. В последнее время с нарастающей тревогой обсуждают угрозы выходящего из-под контроля искусственного интеллекта. Концепцию вызова-ответа выдвинул в XX веке английский историк Арнольд Тойнби 1889-1975 годы. Прослеживая зарождение цивилизаций, их развитие и гибель как звенья одного процесса, Тойнби видит его механизмы в комбинации ряда факторов. По мнению Тойнби, культурное развитие народов не всегда достигает высшей формы – цивилизации. Это происходит из-за чрезмерно неблагоприятных условий, прежде всего природных. Общество оказывается под угрозой, это вызов, с которым необходимо справиться, и если удается, происходит не просто выход из кризисной ситуации, но переход на качественно более высокую ступень развития. Характерным примером вызова ученый считает произошедшую в древности внезапную смену русла Великой Китайской реки Хуанхэ, ответом на который стало строительство целого ряда ирригационных сооружений. Остается только предполагать, какого расцвета достиг бы Древний Египет, если бы такие же усилия направлялись на строительство каналов и плотин, а не пирамид. Огромную угрозу самому существованию государств и народов составляли нашествие завоевателей. Так Чингисхан, захватив и разграбив Пекин, жег его дотла, чтобы не дать ему возродиться. Но просчитался. В горниле истории удавалось уцелеть тем государствам и народам, даже малочисленным, которые сохранили свой язык, культуру, традиции. В Армении хорошо известна история о двух неграмотных крестьянках, в доме которых хранились две телячьи шкуры с письменами на неизвестном языке, которые из поколения в поколение завещались потомкам с наказом беречь их как величайшую ценность в этом доме при любых обстоятельствах. И когда их село подверглось нашествию турок, единственное, что взяли с собой на своих спинах, эти женщины были те самые шкуры. Теперь они являются достоянием крупнейшего музея древних рукописей Матинодорана в Ереване, как и многие бесценные рукописи на различных языках, сохранившиеся часто в единственном экземпляре в мире. В решении задач, стоящих перед цивилизацией, Тойнбе придавал большое значение наличию в обществе творческого меньшинства, поскольку большинство людей, как правило, инертны и не способны справиться с вызовом. О таком меньшинстве в обществе, обладающем повышенной тягой к действию, названном пассионариями, писал и Лев Николаевич Гумилев, 1912-1992 года. Советский и российский ученый, археолог, востоковед и географ, историк, этнолог, философ, сын поэтов Николая Гумилева и Анны Ахматовой. В своей теории этногенеза он описывает жизненные фазы этноса от пассионарного толчка до мемориальной фазы. Пассионарии, вкладывая свою избыточную энергию в организацию и управление соплеменниками на всех уровнях социальной иерархии, хотя и с трудом. Вырабатывают новые стереотипы поведения, навязывают их всем остальным и создают таким образом новую этническую систему, новый этнос, видимый для истории. Правда, время спустя они начинают раздражать и даже пугать, и в период рано или поздно наступившего застоя от них уже предпочитают избавиться. История любой цивилизации выглядит как чередование вызовов и ответов. Вызовы стимулируют развитие. На один и тот же вызов могут быть даны различные ответы, соответственные варианты развития цивилизаций будут отличаться, как и культуры народов. Настоящим вызовом для человеческой цивилизации сегодня стала никем не предвиденная коронавирусная инфекция, которая до неузнаваемости изменила нашу жизнь. На этом фоне такие проблемы человечества, как глобальное потепление или нехватка питьевой воды, на какое-то время перешли в разряд второстепенных. Интересно, что по данным ученых Стэнфордского университета США, при увеличении среднегодовой температуры всего на 2 градуса, самый благоприятный сценарий – риск вооруженных столкновений в мире возрастает на 13%. При нагреве на 4 градуса эта вероятность увеличивается до 26%, причем, возникнув внутри отдельных стран, эти конфликты способны трансформироваться в войну всех против всех. Дефицит питьевой воды на планете имеет такие же неутешительные перспективы. Глобализация, которая в принципе сделала общедоступными любые блага цивилизации, обернулась стремительным распространением невидимого и поэтому внушающего особый ужас врага, для которого не имеет никакого значения расовая, политическая и конфессиональная принадлежность. Еще в 1972 году было опубликовано вызвавшее тогда настоящий шок исследование «Предупреждение предела роста» совместный труд ряда крупнейших ученых самых различных областей так называемого «Римского клуба». Основной его вывод, выраженный уже самим названием, заключается в том, что если до конца XX века продолжится столь же беспощадное истребление природных ресурсов. Человечество обнаружит себя в точке невозврата, когда уже окажется невозможным их восполнение. Тогда этот результат вызвал настоящий шок и даже панику, так что в последующем выпуске «Римского клуба» «Человечество на перепутье». 1974 год. Пришлось извиняться за чрезмерное сгущение красок, оправдываемое стремлением привлечь внимание к серьезности проблемы. Извиняться пришлось и в последнем выпуске XX века «Фактор 4» за то, что, как оказалось, в первом выпуске «Краски» как раз оказались чрезмерно смягчены. Особенно акцентировалась мысль, что к внешним проблемам роста добавляются еще более серьезные внутренние, обусловленные косностью мышления, недальновидностью экономических и политических стратегий. Как показано в этом исследовании 1995-1998 годов. Современная цивилизация, представленная экономически развитыми странами, уже к концу XX века могла бы добиться удвоения производительности труда при сокращении вдвое потребления ресурсов, тем самым величина богатства. Получаемого от использования единицы ресурсов может возрасти в четыре раза. Чтобы это произошло, требуется одно – изменение менталитета, ориентированного на безудержное, неоправданное потребление. Экономический рост должен служить гуманным целям, духовным ценностям реализации личности. Между тем мы живем в обществе, где реализация личности связывается с успехом, превосходством над другими, властью, приобретением вещей, а не обретением самого себя, нахождением своего пути. С тех пор вышел целый ряд новых исследований Римского клуба, все более пессимистичных. Обращается внимание и на весьма серьезный порочный круг. Энергосберегающие технологии для своего внедрения требуют не меньших энергетических затрат. Кроме того, повышение уровня жизни и увеличение свободного времени порождают все новые запросы, сводящие на нет любую экономию. Это видно на примере недавно еще нищих и голодных Индии и Китая, а тем более золотого миллиарда, наиболее обеспеченных и технологически развитых государств. К сожалению, общество потребления находит все новые отговорки и отсрочки, уповая на то, что до того, как ресурсы планеты действительно иссякнут, ученые что-нибудь придумают. Приводятся доводы, что вот уже пошло третье десятилетие 21 века, а ресурсы все еще сохранились. Но ведь речь шла о точке невозврата, и никто не предрекал мгновенного конца света с громом и молниями, как в апокалипсисе. Судя по всему, человечество как никогда еще приблизилось к крайней черте. Об этом говорит даже само название юбилейного. 50 лет деятельности, февраль 2018 года. Выпуск Римского клуба «Старый мир обречен, новый мир неизбежен». Учиться быть человеком – такой глубокий смыслом и программный для всего человечества девиз был выдвинут Всемирным философским конгрессом в том же 2018 году в Пекине. Все последние исследования Римского клуба продолжают общую тенденцию борьбы с потребительской психологией, столь беспощадной, что теперь сама эта борьба вызывает опасения. Общий дух последних выпусков сам клуб представляет как новой возникающей цивилизации и новый тип человека. Речь идет о необходимости радикальной перестройки не в пределах каких-то государств, а в масштабах всей современной цивилизации. Нужна новая культура управления всем, что мы делаем как человеческая раса, а для этого необходим новый тип человека, где бы он ни жил, поскольку потребительским духом заражено уже все человечество. Вопрос должен ставиться не абстрактно перед человечеством, а перед каждым конкретным человеком, и этот вопрос он должен задавать сам себе, какой ущерб он лично наносит природе и как лично он может и должен возместить его. Предлагаются даже курсы обучения, как заботиться о будущих поколениях и вообще вести себя человечным по отношению к другим. Эти рецепты достаточно известны, особенно после опыта пандемии и резких ограничений в потреблении энергии и продуктов, в которых стало очень удобным обвинять Россию. Предлагается вообще не пользоваться душем, умываться одним набором воды всей семьей, научиться зимовать в квартире при температуре 15 градусов Цельсия. А летом обходиться без кондиционеров, резко ограничить путешествия, тем более на самолетах, развлечения и так далее. В процессе формирования человека нового типа предполагается жесткий контроль, особенно на начальной стадии добровольно-принудительного обучения. По существу речь идет о надзоре и принуждении над самим собой, что как примету новой формы тоталитаризма увидел французский философ Мишель Фуко еще в 60-е годы прошлого века. С учетом полной привязанности к вполне контролируемой банковской системе. По характеру платежей любого современного человека вполне возможно создание рейтинга соответствия новым требованиям и ограничения в пользовании банковским счетом или даже блокировки у тех. Кто потребляет много газа, воды, бензина, тратит на одежду, косметику, спорт и так далее, в то же время активное внедрение искусственного интеллекта сделает ненужными многие профессии и даже виды спорта, опять же экономия. Еще дальше антиглобалисты-радикалы пошли в Японии. Некий профессор Ельского университета, сам японец, обратившись к национальным традициям, предложил пожилым людям массовое хракири, все же это гуманнее средневековые традиции отводить престарелых родителей с их же согласия в лес или в горы, где они могут достойно умереть на природе. На волне такого радикального антиглобализма, если не сказать экологического фашизма, широкую популярность приобрели не только неуравновешенные школьницы. Но десятки учреждений, проводящих обучение новых руководителей, уже политических успехов добиваются наиболее радикальной партии зеленых, чьи представители становятся даже министрами крупных государств, поражая сочетанием агрессивности и элементарной некомпетентности, не только профессиональной, политической, экономической, исторической, но даже географической. Давно стали неэффективными международные институты, предполагающие объединение усилий всей планеты для их решения. И приходится думать об общем будущем в раздробленном мире. Такой был девиз последнего перед пандемией 2018 года. Еще задолго до военных действий, вовлекших в свою орбиту чуть ли не весь мир, Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария. Разделяя общемировые проблемы, современная Россия стоит и перед вызовами, порожденными опять-таки резкой сменой политической и экономической системы. Растет пропасть между доходами богатейшей и беднейшей части населения, небывалого роста достигла коррупция, захватившая все слои общества, тяжела участь пенсионеров в стране с крупнейшей в мире территорией и богатейшими природными ресурсами. Низкооплачиваемыми остаются работники сферы культуры, от музейных работников до преподавателей вузов, на плечах которых лежит поистине подвижническая задача государственной важности. Все это подрывает важнейшую жизненную установку многих людей – уверенность в завтрашнем дне, социальной защищенности. Весьма опасной является неминувшая Россию засилие массовой культуры, снижение интереса и доверия к науке. На смену гиперномии, то есть чрезмерной, если можно так выразиться, законопослушности, доверие к государственной идеологии приходит довольно часто аномия, неуважение к закону, которое может представляться и как неуважение к государству. Идеи коммунизма – в той форме, как они преподносились, рухнули, но пока не предложена новая идея, которая бы объединяла и направляла на длительное время всех граждан России. Такая идея не может быть выработана никакими постановлениями, указами или госзаказами, она может быть порождена самой жизнью, в которой важнейшее место принадлежит культуре и, конечно, культурной политике государства. Российская Федерация – ядро Советского Союза и после его распада остается крупнейшим по территории государством, а его уникальное место на геополитической карте мира, безусловно, прослеживается на всех фазах ее социокультурной истории. Эти обстоятельства делают неизбежным осмысление и даже переосмысление нашего прошлого, новое обращение к взглядам выдающихся российских мыслителей прошлого и настоящего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова